Ну, не суть. Значит, на самом деле это не первое, точнее, этому съезду предшествовали перспективы более раннего съезда, да, Александр Валентинович, если меня не изменяет память. Да, но и мы хотели подготовить несколько иное сообщение, но вот волею судеб, ваш покорный слуга, впрочем, так же, как и Александр Валентинович, волею судеб, я имею ввиду приказ Министерства здравоохранения ОФСФ, я и большое количество других специалистов, назначен высокий ранг экспертов, и нам доверена большая, высокая роль участвовать в аккредитации специалистов, по сути, принимать экзамены у молодых специалистов на право называть себя анестезиолог-граниматологом, получить уходящий в прошлое сертификат. И вот скромный опыт проведения этой аккредитации, трехмесячной, продемонстрировал актуальность, послужил побудительным моментом, собственно, к этому сообщению. Итак, аккредитация, ожидание и реальность. Итак, с точки зрения законодательной аккредитации специалиста, это процедура определения соответствия готовной лица, получившего высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности, либо фармацевтической деятельности. По поводу нормативной базы. Вот один из источников, я не хотел бы останавливаться, я уже ни на что не нажимаю. Не хотел бы останавливаться подробно, у вас будет возможность, один из сайтов, очень много было повозвращено этому нормативных актов, законов, подзаконных актов. Было масса изменений, в том числе и связи с новой коронавирусной инфекцией, которую вводили послабляющие всякие меры. Так или иначе, аккредитация существует, никуда от нее не деться. Делится на несколько видов. Первичная аккредитация медицинских работников, слава богу, наверное, здесь нет уже претендентов, это выпускники медицинских вузов. Первичная специализированная аккредитация медработников, то, с чем мы столкнулись в последние три месяца, это аккредитация специалистов, которые прошли профессиональную подготовку, а именно среди ординаторов. И с 2021 года периодическая аккредитация вводится приказом, проводится для медицинских работников любой специальности и будет проходить на протяжении всей карьеры раз в пять лет. Никаких других ассоциаций, кроме как с фильмом «Знаменитым добро пожаловать» или «Посторонний вход освещен» у меня не возникло. Вот такова новая реальность, надо с ней смириться, и, видимо, нам придется как-то адаптироваться к этой новой реальности. Давайте несколько слов, как проходит экзамен. Делится на три части. И я, как известная всем болгарская бабушка слепая, предвижу, что, несмотря на этот лайт-режим, который всем сейчас ангажировали, и он вызвал вздох облегчения, что сегодня аккредитацию специалистов для продления, так сказать, лицензии, он будет проходить в лайт-режиме, я прям чувствую, прям чувствую, что в ближайшее время все изменится, вот прям чувствую. У моих чувств есть определенная подоплека, вы поймете позже. Так или иначе, сегодня экзамен выглядит следующим образом. Это тестовая часть, никаких проблем. Тесты представлены на сайте Департамента здравоохранения, доступны к заучиванию, и блестяще демонстрируют претенденты, сдавая их просто в лед, как орешки. Следующий этап – это ситуационные задачи. Никаких проблем, тоже представлены, тоже можно выучить наизусть, тоже никаких проблем. И третья проблема – это симуляционная часть. Тот самый симуляционный экзамен. Он является этапом первичной специализированной аккредитации. Несколько слов об истории. Значит, начало с ее действия в виде симуляционного обучения, будоражить умы цивилизованного сообщества еще в прошлом столетии. Пионером был Стефан Абрахамсон, который в 1968 году, в общем, сгенерировал с группой соавторов первый симуляционный робот, который назвали СИМ-1. Завершили неработу в 1968 году. Робот, в принципе, отвечал всем требованиям, предъявляемым симуляционным роботам. То есть он был максимально реалистичен, правда, занимал достаточно большое пространство. Параллельно, практически с ними, группа Стэнфордского университета создала андроид под названием «Обучающая симуляционная среда». Эта группа возглавлялась Дэвидом Габа. И самая знаменитая веха в истории симуляционного обучения Гарвардская медицинская школа провела в Бостоне так называемый «Великий симуляционный эксперимент», в котором приняли участие 70 клиницистов по программе «Кризис Ресерч Менеджмент». И в ходе эксперимента они достаточно доступны и четко для себя определили, что симуляционное обучение максимально эффективное. И в результате чего в 1993 году открылся в Гарварде центр медицинской симуляции. На фотографии вы видите наиболее из современных предшественников роботов, которые есть в Москве. Формально он был запатендован в 1986 году. Доктор Гровенштейн создал этот генсильвийский симулятор, который потом через много разных переходных моментов стал выпускаться под маркой «Human Passion Simulator». Тот же HPS, который, если кто-то и был в Боткинской больнице, то и видел его, в общем, практически он мало изменился. И внешне изменилось только программное обеспечение. Я хотел бы сказать пару слов вообще о симуляторах. Вы должны понимать, что это вершины эволюции медицинской техники, что это суперреалистичная техника, которая отвечает на все ваши действия. Отвечает рефлексами, изменениями гемодинамических параметров, физиологических параметров и так далее. Я еще раз подчеркну это в дальнейшем, но вы должны каждый раз себе это напоминать. О роли симуляционного образования за рубежом. Вы видите этапы так называемого United States Medical License Examining, который проходит наши коллеги в большей части цивилизованного мира. Я не являюсь этим агентом Госдепа, но, в общем, два раза в год он проводится на пяти языках, и эта лицензия является открыванием двери в любое медицинское учреждение для работы в Северной Америке, в Западной Европе, в Израиле и в Южной Африке и Австралии. Если вы посмотрите на третью часть... А тут есть лучик, нет? Нет, да? Есть? Ну, ладно. Третья часть. Степ 3. Моделирование девяти ситуаций. 196 баллов. Если вы не сдаете эту часть во всем мире, вы не получаете медицинскую лицензию. Вот фотографии, любезно представленные моим другом, соратником и партнером по модерированию, Александром Валентиновичем Баярковым. Это его фотографии. Он в одном из крупнейших израильских госпиталей, в симуляционном модуле, пытается овладеть симуляционным сценарием АТЛС, если не изменяет память. Да, Александр Валентинович? Вот ваш покорный слуга на одном из собраний по поводу евроанестезии. Это Вена, по-моему, была? Или Женева? Ну, не суть. Копенгаген, извините. Ну, неважно. Вы можете видеть, как я пытаюсь виртуально интубировать виртуального симуляционного робота. Вообще успешно получилось. Я не вставлял видео специально, чтобы не обременять техническую поддержку. Ну, вообще это круто, на самом деле. Значит, осознание того, что симуляция нужна, симуляционные циклы важны, и нам придется всем сдавать симуляционный экзамен, в 2016 году, если я не прав, Александр Валентинович меня поправит, привела нас в Боткинскую больницу под эгидой Евгения Петровича Родионова, который любезно нас пригласил посмотреть вообще, что такое HPS, освоить это дело. Мы были шокированы. Если я, опять же, сейчас ошибусь, Александр Валентинович меня поправит, нам понадобился год. Да, не меньше, Александр Валентинович? Нам понадобился год, я хочу, чтобы вы меня услышали, что мы разобрались в алгоритмах работы робота, что мы разобрались, насколько отзывчив он, насколько быстро изменяется артериальное давление при тех или иных манипуляциях, насколько он отзывчив к введению лекарственных препаратов. Вы должны понимать, что робот понимает, какое лекарство вы вводите. Если вы включили изофлюран, то робот заснет. Если вы сделали адреналин, то у него повысится артериальное давление. Можно симулировать любой сценарий, там больше 250 сценариев. Нам понадобился год, чтобы освоить этот робот. Нам понадобился год, чтобы начать преподавать. Итак, мы с Александром Валентиновичем, вот он счастливый на переднем плане, как обычно, я там озабоченный на заднем, это симуляционный центр Боткинской больницы. Тут сидят сотрудники Первоградской больницы, они не дадут соврать, они были первыми испытуемыми. И мы осознавали, как это сложно, как это сложно начать обвлечать пациентов, докторов в симуляционном цикле. И как это непросто дается, как непросто дается особенно людям со стажем, квалифицированным людям. Сколько раз мы с Александром Валентиновичем слышали, я 20 лет работаю, я врач высший в квалиционной категории, что вы мне тут заливаете? Да, Александр Валентинович, это основная проблема, запомните ее для себя. И надо сказать, что одна из самых важных частей симуляционного образования, если вы вдруг не знаете, есть там тестирование, вы пришли, оценили ваши знания, потом провели брифинг, то есть теория, потом симуляционный сценарий, вы все это вместе проиграли, а потом самая главная часть – дебрифинг, все записывается, видео, аудио, дорожки записываются, потом собираете все в определенной комнате и разбираете вместе с экзаменатором или с преподавателем, вместе со всей группой, поэтапно, все ваши ошибки. Для чего видео? Потому что 80% человек претендентов говорит, а я так не делал, это не я. Это вообще в нашем духе, на самом деле. Итак, теперь ближе к телу. Вот открылся кадровый центр Департамента здравоохранения. Вообще, надо сказать, я не являюсь адептом Департамента здравоохранения, но кадровый центр чудесен. Там все прям комфортно, замечательно, прям комфортная среда для обучения и сдачи экзаменов. Я как придирчивый, очень недоверчивый, вошливый человек говорю, что там прям здорово. Но надо сказать, что это одна из 33 площадок городских, чтобы у меня было недопонимания. Оказывается, в Москве 33 площадки. Я не знал, честно говоря, я при подготовке к этому сообщению узнал, что 33 площадки. Вот одна из 33 площадок на вашем экране. Как выглядит симуляционная комната по разделу анестезиологии? Это, значит, операционная, которая называется критическое сложение в анестезиологии. Я могу ошибиться или ошибки, но не суть. Вы видите операционную. На заднем плане привычный вам монитор. Есть аппарат. Избегая конфликтов интересов, скажу, что это аппарат. Есть дефибриллятор. Ну и в этой операционной есть все необходимое для прохождения сценариев. Есть лекарственные препараты или их имитация. Есть расходные материалы или их имитация. Есть все необходимое для реалистичного проведения анестезии и борьбы с различными осложнениями. По ту сторону добра и зла вы видите затылок вашего покорного слуги, а по правую руку затылка оператор, который управляет действием робота под названием СИМЭН. Там, по крайней мере, такой. Алгоритм пока всем понятен, да? Все хорошо, да? Вот это экзаменационный лист. Там он доступен на сайте Департамента здравоохранения. Я хочу, чтобы это было максимально прозрачно, чтобы вы понимали, в какую непростую ситуацию попали экзаменаторы. Все прозрачно. Эти экзаменационные листы есть на сайте Департамента здравоохранения. Вы можете видеть, как оцениваться. Ну, например, тут не очень хорошо видно моего старческого призбиопизма. Ну, вот, например, есть некое действие после... О, обратите внимание. После второй неудачной попытки интубации трахеи продолжил массовую имитация. Да, нет, да? Видите? То есть, я должен отметить, да или нет. Все просто, максимально адаптировано от предвзятости экзаменатора. И есть отдельная графа, в левой части от меня слайда, где вы видите целый перечень нежелательных явлений, нежелательных действий. Они называются нерегламентированные или небезопасные действия. Они просто отмечаются, были ли эти нежелательные действия или нет. Например, выполнил более трех попыток интубации трахеи без изменения методики выполнения прямой лорингской опии. Ну, к примеру, да? Так вот, чем отличие нашей гуманистической системы аккредитации от буржуйской негуманистической? Вот United States Medical License Exam не такой гуманистический. Если вы выполнили хоть одно нерегламентированное действие, вы экзамен не сдаете. В России не так пока. Именно поэтому я сейчас все это вам и рассказываю. Итак, с какими мы столкнулись с грандиознейшими проблемами? Во-первых, отсутствие навыка работы с оборудованием. Ну, не умеют почему-то претенденты включать наркозно-дыхательную технику. Ну, не умеют. Что было для меня абсолютнейшим открытием. К сожалению, я предполагал, ну и подтвердил в течение трех месяцев, что не умеют претенденты работать с симуляционным роботом. К сожалению. К сожалению, по старой доброй традиции, люди с высшим медицинским образованием, получившись специализацию, заучивают наизусть ответы. Чтобы вы понимали, в комнате есть три сценария. К примеру, анафилоксия, бронхоспазм. Ну, там еще что-то, я уже сейчас не помню. И в ходе действий претендент вдруг путает. Он перепутал сценарии. И он начинает делать то, что написано в другом сценарии. Хотя пациент умирает совершенно от другого. Это большая проблема. К сожалению, мы столкнулись с тем, что претенденты не обладают себя практическими навыками, необходимыми для реализации профессионального потенциала. Ну, вот у Александра Валентиновича, по-моему, человек не знал, что такое ларингеальная маска. И последнее, самое главное, почему, собственно, я вот это ажиотирую так эмоционально, это эффект Даннинга-Крюгера. Все знают, что такое эффект Даннинга-Крюгера? Не все. Я знал, что не все. Я далек лингвистически от того, что сейчас буду произносить, но тем не менее. Это метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения, и при этом не способны осознавать своей ошибкой в силу низкого уровня своей квалификации. Что такое эффект Даннинга-Крюгера для меня, Крюгера? Это когда человек совершает какие-то ошибки. Вот он работает в маленьком сообществе. Я не хочу сейчас никого не обидеть, но есть один профиль здравоохранения, в том числе и в Москве, очень узкий профиль. Я вот против узкий специалист по доме флюсу, потому что он досторонний. Вы на меня смотрите, я его укладываюсь во время? Вот узкий специалист по доме флюсу. Вот есть такая отрасль здравоохранения, я ее буду показывать пальцем, называть ее, где работают в том числе и анестезиологи, которые выполняют манипуляции, направленные на безопасность. Только определенные когорты пациентов. Очень светлая, кстати, отрасль. Там очень широко вспоминаются региональные методики в основном. И никакие другие. И вот это проблема. Это проблема, когда человек 2 тысячи родов обезболит 2 или 4 тысячи родов путем применения спинальной иголки или эпидуральной иголки. У него все хорошо получается. Он уверен в том, что все у него хорошо. Его квалификация достигла практически собственного профессионального пика, потому что у него нет ни одного осложнения. Во всем мире показывают 3,5 цента осложнений, 4, а у меня нет. И это создает абсолютную уверенность в собственной квалификации. Так вот, по мнению авторов, вот эти люди, о которых я говорю, нет, я не хочу никого обидеть. Они склонны переоценивать собственные умения. Они не способны адекватно оценивать действия действительно высокий уровень умений у других, отрицания. Да что вы, вот сколько мы занимаемся преподаванием, одно из того же слышу. Да это у нас, мы вот 20 лет так делаем, все отлично у нас. У нас все отлично. И они не способны в силу убежденности в собственной правоте осознавать глубину своей некомпетентности. Однако после обучения, акценты расставляем, у них появляется способность осознавать уровень своей прежней некомпетентности, даже если их истинная компетентность после обучения практически не меняется. Справедливости ради надо сказать, что им наручили за это Шнобелевскую премию в 2000 году. Но суть этой теории мне очень близка. Итак, давайте разберем просто примеры ошибок, которые допускают претенденты. Вот вы видите качество картинки. Да, значит, доктор, квалифицированный доктор, который аттестованный как анестезиолог и аниматолог, проводит приоксигенацию. Вас наверняка смущает, что контур дыхательного аппарата не подключен к пациенту, да? А, я же не сказал вам самое главное. Экзаменатор не может ничего сказать испытуемому. То есть, если он говорит, то не все хорошо. Конечно, честно говоря, нас, слава богу, не слышат в департаменте здравоохранения, я надеюсь. Иногда мы не выдерживаем. Ну, просто мы же должны сыграть сценарий по тому аттестационному листу, который он показывал, а мы как бы не доходим до анефлексии, потому что мы еще ничего не ввели, а уже все. Это очень не смешно, правда. Я понимаю вашу иронию, но это очень, правда, не смешно. У этого очень много причин, на самом деле. И в том числе и ковид. И два года работы этих молодых специалистов в ковидных госпиталях. Отсутствие у них должного образования, многогранного образования, несомненно, сказывается. Но так или иначе, я специально перед вами распинаюсь, потому что, опять же, вспоминая слепую болгарскую бабушку, я прям чувствую, что вам все это предстоит. Итак, вот, да, обычная ситуация. При оксигенации наркоз дыхательный аппарат не подключен, сатурация снижается. Что же происходит? И начинается поломка стратегии. Я же выучил анафилактический шок. Вроде все, по анафилаксии идет. А я еще ничего не вел, а уже до сатурации. Следующая ситуация. Если меня научат показывать этим... Не получится. Смотрите внимательно. Итак, вы видите, Симен спит. Глаза у него закрыты. При оксигенации доктор провел. Он собирается интубировать. Даже отвернулся к интубационному набору. Обращаем внимание на монитор. Видите ротаметр? А там ноль. Мы газы не включили. Мы при оксигенации проводили 21% воздуха. Вопрос, сколько проводить при оксигенации, это отдельная тема, не этого доклада. Уже устали говорить. Ну ладно, этот-то вообще не включил. У пациента, разумеется, развивается десатурация. А он не может понять. У него по регламенту он интубировал. У него все хорошо. А тут уже плохо до интубации. Поехали дальше. Вот он интубировал. Он-то интубировал. А кислород так и не включил. И аппарат так и не включил. И это большая проблема, многоуважаемые коллеги. Потому что нет в голове алгоритма. Потому что он не знает, как его включить. Потому что он не знает, что такое ротаметр. Потому что он не знает, как повернуть. И это большая проблема. Не все. Вот предыдущий коллега выступал. И я не могу с ними согласиться. Миндрей не в доле, честное слово. Что оборудование Миндрей более интуитивно понятно. Оборудование компании Хирана менее интуитивно понятно. Не совсем. Но перед тем, как зайти в операционную, вы обязаны познакомиться с оборудованием, которым будете работать. Обязаны. Это ваша святая обязанность. Люди старшего поколения помнят, как РО-6Н-05. Помните? Там пальцем заткнул, бульки пошли. И все работает. Хотя бы по такой схеме. Тут, конечно, есть тест, честно говоря. Но хотя бы по такой схеме. Дальше. Вот идет искусственная вентиляция. Включен аппарат. Включены газы. Видите стрелочка там? Там надувается желудок. Надувается так, что сейчас симмен лопнет. На мониторе аппарата, если увидите, растет пиковое давление, оно уже больше 40. Нету механики вентиляции. Доктор смотрит на монитор. Десатурация у больного. А то, что надувается желудок, доктор не видит. Напоминаю вам, это нереальное операционное. Я, слава богу, что мы в закрытом сообществе это обсуждаем. Это квалифицированный. Слово квалифицированный я не иронизирую. Да, он все, он два года учился. Вот, все, врач, анестезиолог, аниматолог. Дальше поехали. Доктор не смог интубировать пациента. Трудная интубация трахеи. С этим трудно не согласиться, потому что моделируется разная степень интубации трахеи. Сим-мен может делать тризм нижней челюсти, блокировать шейные позвонки, раздувать глотку. Язык. Это все моделируется. Доктор не смог интубировать. Доктор извлек интубационную трубку. Доктор разместил воздуховод Кведала. Но так вот рука животворящая легла на чресло. Я уже не знаю на что. Конечно, пациент умирает. Экзаменатор не может интерпретировать объективно. Вы помните, применил оксигенацию после излечения трубки или не применил? Как можно назвать это? Применил или не применил? Дальше. Искусственная вентиляция легких. Доктор блестяще включает наркозозадыхательный аппарат. Все работает. Газы не включены. Потому что не знает, что такое ротаметр. Доктор, следующее. Опять же, незнание техники, с которой вам предстоит работать. На первой картинке доктор серьезно предпринимает усилия, снимает маску и откручивает датчик потока, который я вкрутил туда так, что его не выберешь. Выбирает, принимает усилия, одевает маску на тройник, вы видите на второй фотографии, и начинает искусственную вентиляцию, интубирует успешно, все хорошо, позитив. Все же хорошо, только на аппарате кривых-то нет, датчик потока-то отсутствует. Что думает доктор? Пищевод. Начинает экстубировать, и дальше события разворачиваются таким образом, на который доктор, как вы понимаете, не рассчитывал. Это статистика, которую дал мне кадровый медицинский центр. 27% претендентов неуспешно попытались сдать экзамен с первого раза среди тех, кто не посетил репетиционный экзамен. И 93% ординаторов с первого раза успешно сдали, те, которые посетили репетиционный экзамен. Это ярко свидетельствует о том, что необходимо перед тем, как сдавать экзамены, хотя бы посмотреть на доску, на которой вы будете писать мелану. Это логично. В общем, нам так казалось. Но видите, я перед вами стою и выступаю, потому что, как оказалось, наши ожидания совершенно не оправдались. Никто не захотел из этих 27% прийти и посмотреть, какая будет наркоз-дыхательная техника, какой будет монитор, что такое СИМЭН, вообще он дышит, и глаза у него закрываются или нет. Репетиционный экзамен – это по стате кадрового центра плюс 20% к успешности к сдаче экзамена. И в заключение, логичные советы. Чтобы сдавать экзамены на симуляционном роботе, логично посетить симуляционный цикл. Любой симуляционный цикл. Посетите цикл, там, где есть робот. СИМЭН, HPS, любой. Посмотрите за алгоритмом его работы. Вы совершенно удивитесь. Если вам пришлось сдавать экзамен, посетите репетиционный экзамен. Не поленитесь. Там может стоять аппарат Хирана. Я не хочу никого обидеть. Но перед тем, как начать на нем работать, надо провести минут 15, чтобы понять, на какую кнопку нажимать. Я должен, кстати, сказать, что он у нас пробыл несколько недель в госпитале. И, в общем, технических претензий к этому аппарату нет. Но то, что он интуитивно не так понятен, как, например, Дрэгер, это точно. Я не рекламирую компанию Дрэгер, но и не агитирую против Хираны. Но анестезиолог должен знать, какой техникой он планирует работать. Иначе могут быть нежелательные последствия. И вот эта самая кривая эффекта Даннинга-Крюгера. Вот к нам приходят люди на экзамен. Они на пике первой волны. У них повышенная самооценка. И только счастливчикам повезет, у них будет обвал сознания. Потому что 80% все равно уверены, экзаменатор предвзятый, придирается, техника плохая, кислород плохо включается. Только счастливчикам. И я надеюсь, что среди вас только счастливчики. Я не говорю, что вы не квалифицированы. Нет. Я говорю, что надо учиться. Я вот недавно сдавал на права, 4 года назад на мотоцикл. И молился только, чтобы такой был мотоцикл на сдаче, на котором я учился. Вот это то же самое. Вы должны знать технику, на которой работаете. Так вот только счастливчикам у них удастся вот этот обвал сознания. В яме отчаяния, внизу, вы придете к тому, что надо учиться. Вам же будет казаться, что вы ничего не знаете. Хотя это сильно не так. Есть еще масса кривых с этим. Филологи любят, психологи изучают. На самом деле, рост образованности растет именно в яме отчаяния. Которая яма отчаяния придет к вас к образованию. И как только вы начнете учиться, у вас будет плата успеха. То есть вы кардинально получите. Как только вы скажете сами себе, не, я не такой квалифицированный, я готов выслушать этого человека, который что-то мне пытается рассказать, для того, чтобы меня научить. Как только вы прекратите отрицать, как только вы прекратите заниматься самолюбованием, все будет замечательно. Я так думаю. Я так думаю. Я сознательно не стал вставлять аудиодорожки. Это кадр из того же фильма. Добро пожаловать. Костя Иночкин, перед тем, как запланировать убийство бабушки, был изгнан из лагеря. Я вам напоминаю, тем, кто смотрел. И когда он приходит к ней домой, она ему говорит, тебя опять выгнали из лагеря. Так вот я вам советую. Делайте все то, что я вам посоветовал, чтобы вас опять не выгнали из лагеря. Спасибо за внимание.